Сделайте свой отдых и профессиональные будни История Центра помощи бездомным животным «Доброе сердце» буквально соткана из сотен историй судеб ее подопечных – кошек и собак, оказавшихся на улице. В передаче «Доброе сердце» мы регулярно рассказываем о тяжелых судьбах новых подопечных. Нерадушно начиналась и судьба рыжего кота Яшки, который попал в Центр помощи в начале лета прошлого года вместе с другими полуживыми котятами. Без слез на этих котят смотреть было очень печально. Это такие маленькие комочки, сплошной боли, гной, сопли шмыгают, и ему дышать было тяжело. А еще с учетом того, что они были абсолютно дикие, их отловили к нам, привезли, и большая проблема была их начать лечить. Ходили мы все драные, кусанные, царапанные, но тем не менее по прошествии времени старый у них прогресс такой появился в состоянии. Глазки обрабатывались, мы их в ингалятор посадим, там они подышат, уже у них и нюх появился, начали самостоятельно кушать. Мамочку мы быстро пристроили, потому что она уже их не кормила, и простерилизовали, и быстренько пристроили. И вот эти у нас два котеночка рыженьких, да, кошечка была, Пуся, такая трехцветочка не очень яркая, вот они ждали своих хозяев, пока они у нас лечились. Именно тогда котенку улыбнулась судьба. Благодаря волонтерам, которые выложили фото с поправляющимися котятами, на одного из них обратила внимание Елена Иванова, тогда еще жительница Тверской области. Я когда собралась целенаправленно уже переезжать из Тверской области в Великий Устюг, я стала подписываться на местное сообщество, любители животных, доброе сердце, но вряд ли бы меня пропустили. Вот, и вот однажды в постах увидела фотографию рыжика, такой взгляд пронзительный, я говорю, это же Яшка, дождись, говорю, меня, дождался. Он был маленький, какой он был маленький, крошечный, как он всего боялся, я его то есть под газовые плиты выуживала, то есть изнутри под движок холодильника забрался, сидел. Вот, а потом ограничили уже одной комнаты и начали приручать. Ничего, оттаял, потом вот с Аськой маленечко поконфликтовали, они чуть-чуть совсем приняли, по-первых, такую ноту безразличия друг к другу, а потом так, пока на них не смотришь, стала обращать внимание, играют. С тех пор Яшка стал полноценным членом семьи. Мохнатый хулиган практически никогда не сидит на месте, главное его увлечение – игры. Особенно уважает Яша лазерную указку и готов бегать за красной точкой с ночи до утра. В этом котейке активно помогает Илья Иванов, они с Яшей стали добрыми друзьями. За полгода Яша превратился из полуголодного котенка в активного кота, и то, с чем его уже не назовешь. Покушать Яшка любит ничуть не меньше, чем побегать за лазерным лучом. По утрам проснешься, на работу собираешься, вот у него есть один очень такой примечательный факт, сытый, по нему видно, что он не голодает, явно не голодает. Наливаешь чашку кофе, глаза еще спят, еще сама где-то спишь, кот подходит, вот так вот на стол облокачивается и делает такие глаза и говорит, я не ел, я вообще никогда не ел, я сейчас от голода упаду в обморок, вот дай хоть кусочек, хоть чего-нибудь, все равно чего. Вот и с работы вечером приходишь тоже, Илюша меня не кормил, совсем миска пустая, дома еды нету. Вот именно в этот момент такие глаза, так у него обычные наглые рыжие глаза. А вот в тот момент такие круглые-круглые делаются, попрошайнические. Яшка заряжает Ивановых энергией и сам стал полноценным членом семьи. Домочадцы иногда даже называют его Яков Иванов. Жизнь этого рыжего красавчика изменилась благодаря доброму сердцу и добрым сердцам своих хозяев, от которых в Центр помощи бездомным животным поступил пакет полный вкусного корма для подопечных, у которых еще не появилась собственная семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова